Давайте, в принципе, поговорим о том, какие задачи стоят в основном перед нашими клиентами из финансового сектора. Мы выделили пять основных групп сценариев, конечно, в целом их больше, но поговорим про основные сценарии, которые приходят к нам, в принципе, от большинства клиентов из финансового сектора. Это обеспечение безопасности сотрудников и клиентов, это противодействие мошенничеству, контроль доступа, повышение эффективности работы мониторингового центра. Что такое мониторинговый центр, зачем он нужен, поговорим отдельно. И, конечно, минимизация репутационных рисков, обеспечение комфортного пребывания клиентов в офисе. Давайте начнем с простого, с безопасности сотрудников и клиентов в отделениях и в офисах банка. Вот, то есть тут, в принципе, стандартные решения трассир, саботаж для детекции вывода из строя системы видеонаблюдения, то есть стандартный сценарий закрытия, поворот, дефокусировка. Также детекция забытых предметов, тоже, в принципе, понятный совершенно сценарий. Могу обратить внимание, что мы сейчас предлагаем нейросетевой вариант детектора оставленных предметов. Он обладает очень высокой точностью, позволяет распознавать несколько таких наиболее популярных типов предметов, то есть это пакеты, сумки, рюкзаки, чемоданы, какие-то дорожные сумки. Все эти типы объектов распознаются. И, более того, самое важное отличие нашего обновленного продукта в том, что мы можем определить именно хозяина предмета и, соответственно, создавать уведомления только в том случае, если именно хозяин предмета покинул кадр. Соответственно, присутствие рядом с предметом каких-то других людей, ну, соответственно, не будет восприниматься как то, что предмет принадлежит им, если хозяин его покинул. Детектор скоплений людей, краудетектор, также часто запрашивается клиентами из финансового сектора, предназначен для выявления каких-то скоплений перед офисом, перед отделениями. Это может быть связано как с какими-то экономическими нестабильными событиями или с политическими. К сожалению, из-за этого иногда могут оказаться в небезопасной ситуации, сотрудники банка могут пострадать. Детектор позы человека также позволяет выявить какие-то подозрительные ситуации в отделении. То есть, например, если по какой-то причине сотрудники не успели нажать тревожную кнопку, можно выявлять такие позы людей, как, например, поднятые руки вверх или лежащие люди. Соответственно, в этом случае можем также направлять уведомления в мониторинговый центр.